Здарова, народ! Сегодня мы с вами играем вот такой вот простой, заходной блюзовый лик в техасском стиле. Посмотрим, как это делается. У нас это такой простенький, но довольно интересный и, главное, вкусненький проход по блюзовой гамме. В ля-миноре мы с вами будем находиться. Что ж, погнали! Начинаем мы с вами здесь со скребка и уходим, смотрите, сразу вот сюда, в восьмой лад. И делаем здесь небольшую подтяжечку, где-то четверть тона. Вот ровно до сюда, ни больше, ни меньше. Чуть-чуть мы с вами должны ее сделать. Вот такой, видите, да? Пока вот эти вот ноты все мы проигрываем медиаторам. Дальше. Важный момент здесь, это вот эта вот подтяжечка на четверть тона. Не вот такая, а вот именно четвертинка. Вот у нас это такая характерная вещь для именно техасского стиля, да? Вот там как раз вот эта ступень. Очень важно здесь сделать вот такую маленькую-маленькую подтяжечку. Бендик такой. Вот видите, да? Если так сыграя. То есть намного красивее. Сразу добавляет вот этого колорита, который нужен нам. Так, по блюзовой гамме мы с вами проходим и идем дальше прямо на ней. У нас тут никаких новых нот не будет по пути. Все полностью по блюзовому ладу. Дальше мы с вами идем вот сюда, в восьмой-седьмой лад. Медиатором, заметьте, мы с вами играем здесь сверху вниз, снизу вверх. И вот здесь, сюда, мы уже идем на пуллов. Видите, да? То есть, видите, вот эта фраза у нас два раза медиатором. И вот сюда в пулов. Так, давайте все сыграем. Дальше, смотрите, мы переносим палец, вот этот вот третий, как микробаремы. Сделаем на седьмых ладах. И уже в правой руке, медиатором, мы с вами играем как будто бы свипом. Идем, то есть вот так. То есть проходим вот просто. То есть мы их не выковыриваем ноту отсюда. Вот так, а просто прям свипом. И после этого мы снизу вверх уже, на вот этом движении, обратно, подцепляем пятый лад. То есть, смотрите. На правую руку обратите внимание здесь. Так, давайте сыграем все вместе. Видите, да, как мы цепляем. Так, давайте еще раз. Так, отлично. Дальше идем. Вот до сюда мы доиграем все полностью с вами сверху вниз, снизу вверх. Здесь идем на слайде вниз. И добавляем тонику с вами, пятый лад. Так, давайте еще раз отсюда сыграем. Так, и все вместе. Также мы с вами можем сделать здесь короткий вариантик на основе этого и сыграть вот так. Остановиться вот на этой тонике, на октаву повыше. Так, еще раз. Так, еще раз сыграем эти оба варианта. И второй. Что ж, на этом у нас урок закончен. Играйте такие заходные лики, потому что многие, когда берут гитару, не знают, что вообще хотя бы примерно с чего начать. А вот такого плана лики, они так и разогревают вас неплохо и вообще добавляют, в принципе, уже изначально некий колорит. Надеюсь, было просто и интересно. Теперь вы будете этим пользоваться. Не забывайте поддерживать меня в Patreon. До следующих видео. Пока.